Доброго вечера. Мы из Украины. Меня зовут Рауль. Вы смотрите проект Украина в огне. Не забываем ставить лайки, коментовать и делать перепосты. Это очень важно для нашей борьбы. У нас на студии уже лет 15 есть договоренность о том, что если кто-то обфакапился, то ни при каких обстоятельствах нельзя употреблять следующие фразы. Это не я, оно само. Меня тогда даже не было. Потому что у каждой проблемы есть фамилия, а если ты ураган, красивое женское имя. Именно поэтому я всегда просто зверею, когда смотрю или слушаю заявления представителей Российской Федерации. На данный момент я не разделяю общей уверенности, что войска РФ прицельно наносили удар по торговому центру в Кременчуге для устрашения мирного населения. Моя версия. Криворукие летчики запустили две кривые устаревшие ракеты, которые по замыслу Генштаба должны были поразить склады с боеприпасами и западным оружием. Но поразились завод дорожных машин Кредмаш и торговый центр Амстор в центре города Кременчуга, который находится достаточно глубоко в тылу. В результате прилета ракеты торговый центр полностью уничтожен. По официальным данным 18 человек погибло, 24 госпитализировано, не менее 40 человек пропало без вести. С учетом того, что от торгового центра остались одни обгоревшие руины, мы говорим о 60 погибших и это минимум. Что же мы услышали от представителей Российской Федерации? Это не мы, оно само. Нас тогда даже не было. Потом вступили военные. Оказалось, что они и оно не само. Но не туда. Вернее туда, но не тогда. 27 июня в городе Кременчуг Полтавской области ВКС России нанесен удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами в районе Кременчугского завода дорожных машин. В результате высокоточного удара оружие и боеприпасы западного производства, сосредоточенные на складской территории для дальнейшей отправки украинской группировки войск на Донбассе, поражены. Детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода, не функционирующем торговом центре. Разумеется, заявление Министерства обороны Российской Федерации не выдерживает никакой критики. По словам очевидцев, это также подтверждается видеозаписями, было два взрыва. Торговый центр работал в штатном порядке, хотя после воздушной тревоги посетителей попросили покинуть торговые залы. Никакой детонации натовских боеприпасов не было. Украина уже опубликовала не только видео горячего торгового центра, но и прилет ракеты и даже воронку от ракеты на территории частного предприятия, которое с 89-го года не производит никаких военных автомобилей. Разумеется, военной техники НАТО и боеприпасов тоже не нашлось. Так что это было? Уже не в первый раз российские военные наносят разрушительные удары, руководствуясь информацией времен Советского Союза. По заводам, которых нет, и военным частям, с территории которых местные жители уже даже бетонные плиты растащили по домохозяйствам. Качество разведданных россиян тоже иногда не выдерживает критики. Оправдывает ли это Россию? Нет. Военные Российской Федерации, нанеся удар по объекту гражданской инфраструктуры, совершили очередное военное преступление. По заявлению украинских властей, в радиусе 5 километров не было ни одного военного объекта. Добавлю от себя. Даже если бы и были, то не для ракеты Х-22 или ракеты Буря. К терминам высокоточное или просто точное они не имеют никакого отношения. Это старая советская доробла, по замыслу советских инженеров, должно было тащить на себе ядерную боеголовку. И отклонение от цели на 600 метров или на километра для них абсолютно не принципиально. Естественно, до тех пор, пока ты не наносишь удар по центру города обычным зарядом, где отклонение даже в несколько десятков метров может привести к массовым жертвам среди мирного населения. Так и произошло. А суть преступления заключается в том, что военных России не интересует так называемый сопутствующий ущерб или урон. Если они считают, что могут уничтожить западную помощь или критическую инфраструктуру, они это делают. А ведь сопутствующий ущерб это мирное население Украины, которое россияне якобы пришли освобождать. В мощных черепных коробках российских военных легко помещается и телевизионный гуманизм, и будничная жестокость мясника. Какие выводы мы можем вынести из этой трагедии? У нас по-прежнему нет эффективного протокола по эвакуации больших гражданских объектов. По моему опыту в Киеве, во время воздушных тревог людей действительно просят покинуть торговые центры и найти укрытие. Очень часто возле торговых центров нет никаких укрытий, указателей, где идти укрытие, и ответственных людей, которые организуют эвакуацию. В результате люди просто стоят перед входом в торговый центр и ждут отбоя тревоги. Проблема номер два. Казалось бы, мы должны радоваться, что у Путина реально заканчиваются условно-точные ракеты, но это также означает, что его посипаки будут все чаще и все фатальнее промахиваться. И они не откажутся от охоты на западные вундерваффе, потому что оно страшит российских военных. Проблема номер три. Хреновых ракет у Путина больше, чем у дураков-фантиков. Их реально тысячи. Только за выходные по Украине было выпущено от 60 до 80 ракет на сумму приблизительно в 200 миллионов долларов. А ракеты, как говорится, не школы и больницы. На них не жалко. В России никто и глазом не моргнул. Цены на стекломой не поднялись ни на копейку. В ватных публиках ликование, пьют свежую брагу за фекальный чемоданчик Путина. Кто-то может резонно заметить. А есть ли что-то в России, что уже начало заканчиваться? Хотел бы напомнить, что там давно дефицит здравого смысла и человечности. Но это нам тоже скорее вредит, чем помогает. Тем не менее, есть и хорошие новости. В России начали заканчиваться боевые буряты. Их расход настолько стремителен, что это даже начали замечать их жены и матери. Уважаемый Алексей Самуевич, мы члены семьи военнослужащих 5-й отдельной гвардейской танцинской краснознаменной ордена Суворова 2-й степени танковой бригады, военная часть 46108. Обращаемся к вам с просьбой. Наши родные военнослужащие военной части 46108 в январе 2022 году убыли с места постоянной дислокации на учении в Беларуси. Далее, с 24 февраля 2022 года участвуют специальные военные операции на территории Украины. Войсковая часть 46108 задействована ВСФО на передовых позициях практически в течение 5 месяцев. Военнослужащие нестыщенные морально и физически, у всех контузии легкой и степени средней степени тяжести. Солдаты с января 2022 года по настоящее время находятся в полевых условиях, у многих остудные заболевания. Им требуется медицинское обследование ввиду продолжительного нахождения в тяжелом военнослужащеме. Просим обратить внимание, что многим военнослужащим не предоставлялся отпуск более года. Просим рассмотреть вопрос о замене ротации военнослужащих 5-й отдельной гвардейской, Тацинской красноазновенной ордену Суворова 2-й степени, танковой бригадой, военной частью 46108. Другими ранее не задействованы специальные военные операции, воинствами и формированиями военной службы Российской Федерации. Просим заменить наших родных военнослужащих военной части 46108 и направить к месту постоянной дислокации в деспублике. Обратите внимание, что эти женщины не просят остановить войну, они просто соскучились по контуженным мужьям и предлагают провести ротацию, чтобы контуженные вернулись, а еще не контуженные поехали бы в Украину. У меня плохие новости для этих буряток. Если ваши мужья 4-й месяц находятся в Украине, то скорее всего они смогут вернуться домой, как солдат Иван Бучнев. Нет, он не был гномом. Нет, это не коробка из-под обуви, это шкатулка из украинского поля чудес, где родные и близкие угадывают, какая часть тела Ивана прибыла домой. Моя версия уха. Хотя вы видели мой сюжет, как в Украине похоронили ногу какого-то майора. Даже крест на могилке поставили. Но если между нами, я вообще не уверен, что там Иван Бучнев. В российской армии на ДНК-анализ лишних денег нет. Так что там может быть фрагмент какого-нибудь бурят или дагестанца. Я бы из этого, кстати, не делал трагедии. Любой участник спецоперации – герой. Детали не так уж и важны. При этом, похоже, что ракетный град, который Россия обрушила на Украину, в последние несколько дней вызвал очередную эйфорию в мозгах российского руководства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина может закончить войну до конца суток, если сложит оружие и капитулирует. Чтобы усы Пескова перестали победоносно топорщиться, я хотел бы внести ясность в географию. Практически четыре месяца войска Российской Федерации продвигались от Луганска до Северодонецка. Общее расстояние между городами – 100 километров. Все эти километры, а двигались, кстати, не от самого Луганска, их меньше ста. Усеяны трупами российской техники солдат и офицеров. Уже к концу этого месяца великое наступление снова захлебнется в собственной крови и кишках. И очень похоже, что даже захват Луганской области под большим вопросом. А теперь главная новость для Пескова. От Северодонецка до пограничного города Чоп в Закарпатье более полутора тысяч километров. Теперь внимательно смотрим сводку потерь на 126-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Берем в руки калькулятор и считаем, сколько же у вас останется оружия и солдат через, ну, предположим, 12 месяцев. Нам терять нечего, мы защищаем свою землю, а бесконечное оружие и деньги получаем от самых богатых и технологичных стран мира. Если посмотреть на тысячи боеприпасов, гаубиц, десятки вертолетов, а также РСЗО Хаймарс и ПВО только от США, наша задача всеми силами держать фронт до момента, когда критическая масса западного оружия внесет по-настоящему высокоточную ясность на поле боя. Именно поэтому Россия так спешит уничтожить все, до чего может дотянуться и пытается заставить батьку пойти в самоубийственную атаку. Все эти микроскопические успехи на Востоке, это всего лишь тактические успехи, которые не слишком влияют на провальную стратегию России. Нельзя захватить такую большую страну и нельзя приставить каждому украинцу по автоматчику. Россия идет по кровавой дороге в никуда. Кстати, у нас сегодня также достаточно большой блок по внутренним вопросам. Начну с облавы национальной полиции по ночным клубам Киева. Оказалось, что из 420 заведений работало аж целых два. В результате задержаны люди с пакетиком травы, 73 нарушителям выписали админпротоколы и 219 человек получило повестку в военкомат для постановки на учет и не исключено, что также для мобилизации в ЗСУ. Сразу оговорюсь, все проходило согласно нормам законодательства. Я никоим образом не предъявляю претензии национальной полиции. Они люди подневольные. Сказали в свое время крышевать подпольное казино? Крышевали. Сказали крышевать проституток и наркотрафик? Крышевали. В задачи нацполиции не входит думать. У них другая функция и они всегда справлялись. Но нам, гражданам Украины, никто не мешает это делать. Я имею ввиду думать. И я в очередной раз обращаюсь к нашему правительству и народным депутатам. Да, вам сейчас трудно. Сократились зарплаты, похудели или даже исчезли конверты с материальной помощью от меценатов. Спикер парламента может не подписать командировку на выезд из Украины. А в Испании, Хорватии и Греции в самом разгаре пляжный сезон. Я понимаю, что у вас стресс. Жены, мужья, дети, любовницы и их дети сейчас вдали от вас. И неизвестно, когда они смогут вернуться с Сардинии в Украину, чтобы забрать зимние вещи и уехать в Австрию. Тем не менее, я вас очень прошу, включите уже мозги, наконец, и дайте по рукам организаторам этих облав. Мобилизация в ЗСУ это не административное и не уголовное наказание. Украина, не Россия. Потому что если да, то зачем все эти жертвы? Уже вам миллионы раз сказали. В армии нужны мотивированные солдаты. И служить в ЗСУ это не только обязанность, но и честь. Я, правда, не исключаю, что правительство и депутаты тоже одобряют действия нацполиции и военного комиссариата. Тогда у нас реально плохие дела с мобилизацией и пора писать запрос в СБУ для получения информации, а сколько детей призывного возраста, украинских государственных чиновников и депутатов всех уровней прямо сейчас находятся на обучении за пределами Украины. И когда они собираются приехать с дискотек Берлина, Ибицы и Лондона в военкоматы для постановки на учет и возможной отправки в учебные центры. Я уверен, что такая информация не является секретной. И нация должна знать, что в резерве у нас есть самые умные и самые мотивированные новобранцы, которые лишь по недосмотру родителей до сих пор не вернулись в Украину. Да, товарищи чиновники и депутаты, я прекрасно знаю, что все люди в нашей стране равны, но некоторые равнее. Просто зачем вы пытаетесь поднять волну недовольства против самих себя? Я знаю, что вы никогда не обременяли себя философскими вопросами. Рептильный мозг предназначен для алгоритма «хватай и беги», а не «думай, анализируй и предведь». Тем не менее, я хотел бы вам сообщить, что на войне люди не только умирают, но и любят, рожают детей, пьют алкоголь, курят траву и развлекаются под ракетными и артиллерийскими обстрелами. Жизнь не останавливается ни на секунду. Это не означает, что мы должны быть беспечными и во время воздушной тревоги не загонять мамок с детьми с детской площадки в бомбоубежище. Должны. Но я против призывов закрыть дискотеки, рестораны, пабы, торговые центры или казино. Нам реально пора перестать быть идиотами. Вот в начале войны отменили продажу алкоголя в большинстве регионов Украины. И что, кто-то не смог достать алкоголь? Потом разрешили, потому что деньги в бюджет. И что, кто-то кого-то перестрелял? В прошлом выпуске я рассказывал об ужасающих бомбардировках Британии. Нацисты наносили авиаудары по Лондону в течение 57 дней. В результате воздушных налетов погибло 43 тысячи человек и миллион триста потеряло свои дома. Все это время в столице Британии работали пабы под бомбами, в руинах и пепелищах. Людям помогал не только алкоголь, а осознание того, что они сохраняют свой образ жизни даже во время апокалипсиса. Я тут прочитал комментарии под сюжетом про облавы на дискотеке. Еще раз повторюсь, нарушать комендантский час нельзя. Но эти вопли всех на фронт, копать окопы, всех на передовую и так далее. Ребята, может сразу всех в штрафбаты? Или пусть просто выкопают себе могилки и сидят рядом и ждут? Еще один комментарий. Пусть разбирают завалы после ракетных ударов в Киеве. На девятом этаже аварийного дома? Ну вот откуда берутся эти бараны и почему их должны защищать Збройные силы Украины? Тем не менее, это тоже украинцы. Это их мнение. И это и есть демократия. Кстати, у меня есть вопросы по комендантскому часу. А он точно нужен в маленьких мирных городках и поселках глубоко в тылу, где не проходят маршруты конвоев? А можно посчитать урон для экономики и пользу для победы. Это ведь не так сложно. У Гетьманцева есть же волшебные бухгалтерские счеты, в конце концов. А знаете, что еще сделали британцы во время войны? Они уничтожили пятую колонну, перестроили экономику и отправили всех детей из крупных промышленных городов в сельскую местность, в маленькие городки, поселки, села и обычные санатории на весь срок войны. В Британии, как и в Украине, тогда не было безопасных мест. Но в Украине полно мест, которые точно более безопасны, чем Харьков, Николаев, Лисичанск и даже Киев, которые вроде бы выглядят безопасным, а потом наступает воскресенье и нет. И я не понимаю, почему национальная полиция и военные не заняты этим же вопросом. Вчера в комментариях мне, кстати, также написали, что в Британии же было легче. Их атаковали только с моря и с воздуха, а у нас также сухопутное вторжение. При этом комментаторы забывают, что когда ты живешь на острове, то горючие боеприпасы и военную технику тебе могут передать только по Wi-Fi или конвоями, на которые охотятся немецкие подводные лодки. А у нас есть общая граница с союзниками. У нас есть тыл, у нас есть Закарпатье, и у нас есть дети, которые должны быть вывезены из прифронтовых городов. Это должно быть сделано централизованно и на весь период военных действий. Если Киев цель, то я не понимаю, почему детские площадки забиты детьми. Отсутствие денег и мозгов у родителей не освобождает государство от ответственности перед будущими поколениями. А если освобождает, тогда почему родители потом должны посылать своих уцелевших детей защищать такое государство? Это очень важный вопрос. Борьба с пятой колонной у нас вообще началась с опозданием на 30 лет. Но я уже говорил, на нас напали не только потому, что Россия сошла с ума, но и потому, что мы выглядели слабыми, выглядели легкой добычей. Народные депутаты, Медведчук и Деркач, это неплохо. Хорошо, что их задержали. Но о том, что они, агенты Кремля, знали все, это был секрет Палишинеля. И я абсолютно не понимаю и недоумеваю, почему за последние хотя бы 8 лет этих чертей не арестовали и не дали сроки за измену. Но надо идти дальше. Вернее, начать с самого начала. Рецепт есть. Первое, это открытие архивов КГБ, чтобы мы наконец поняли, кто есть кто и кто был кем в Украине. Второе, реституция. Третье, реформа судебной системы. И поверьте мне, война, это лучшее время для реформ в Украине, потому что в мирное время у наших депутатов все было не на часе. Также хочу сегодня вернуться к теме отмены нулевой растаможки для автомобилей в Украине. Для тех, кто пропустил предыдущие выпуски, господин Гитманцев, председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, убедил народных депутатов, что страна из-за ввоза 100 тысяч авто потеряла 13 миллиардов гривен налогов. Впрочем, я неправильно выразился. Потеряла не страна, а бюджет Украины. Это, как говорится, три разные вещи. С 1 июля все поборы возвращаются. И я обязательно попрошу кого-то из депутатов прокомментировать в августе, почему же с 1 июля никто не растаможил еще 100 тысяч автомобилей и почему бюджет опять не получил мифические 13 миллиардов гривен. А пока я хотел бы сообщить депутатскому большинству, почему их не выберут в следующий парламент. Сейчас на пограничных переходах творится локальный апокалипсис. Люди пытаются до отмены нулевой растаможки ввести автомобили. Очереди в десятки километров. Многим, я подозреваю, придется бросить автомобили прямо на границе, чтобы не платить пошлиной ценой в еще один такой же автомобиль. Они перейдут границу пешком. А потом в установленное законом время точно так же пешком дойдут до избирательных участков. И вам, товарищи депутаты, придется искать себе настоящую работу. Сможете попробовать себя в пригоне авто. От себя обещаю снять абсолютно бесплатно реалити-шоу, как вы пригоняете и растамаживаете автомобиль в Украину. Таможенники, пограничники, брокеры и многое другое. Мы реально продадим это кино на Netflix. Кстати, только что узнал, что Львовская таможня за три дня до отмены льгот наконец-то разрешила бедолагам провозить автомобили через все пункты. Это как надо было довести народ во время войны, чтобы даже уже таможня поняла, что будет беда. И да, у нас еще один искрометный комментарий. Машинами торгуют барыги для того, чтобы нажиться на простых людях. И это прям какой-то привет из совка. Ну выучи хоть какой-то язык, купи топливо, выйди из Украины, найди машину где-то в Германии, переночуй там, еще раз заправься, оформь документы, постой на границе дней пять за свои деньги, потом купи топливо и доедь до Киева, например. Потом посчитай расходы и продай машину незнакомцу за те же деньги, что брал в Германии. Наши люди это иногда какой-то лютый трэш. Спросы и предложения в нашей стране формируют рынок египтманцев. Это два фундаментальных закона. Нет барыг, есть предприниматели, которые предлагают сервис. Не хочешь? Одевай рога и копыта, переходи государственную границу и вези автомобиль сам. Кстати, можешь еще раз задать вопрос, почему тебе даже кратковременно нельзя выезжать за границу? Вчера был День Конституции, там как бы указано все с точностью да наоборот. Сейчас некоторые зрители могут упрекнуть меня в нападках на депутатский корпус, который поумнее меня будет. Окей? Тогда у меня вопрос к народным депутатам-знатокам. Сейчас перед собой вы видите скрин страницы Державную мытную службы Украины. На нем указана формула расчета акцизного сбора. А теперь внимание вопрос. Почему налоговая служба Украины десятилетиями требует от украинцев платить акцизы на автомобиль с привязкой к евро? Мы не в Евросоюзе. Валюта Украины это гривна. На каком основании это происходит? Ведь в Украине ни минимальная зарплата, ни пенсии не привязаны к евро. И когда гривна падает в тартарары, то выходит, что не проигрывает только казино. Вернее налоговая служба. Так что, товарищи депутаты, жду ваших комментариев под этим сюжетом. Вот сейчас вы прослушали большой блок украинских проблем. И он, наверное, самым ярким образом характеризует уровень демократии в Украине. После этого сюжета меня никто не арестует, меня не вызовут в СБУ, не будет применено никаких санкций и даже не привезут повестку в сбройные силы Украины. Максимум, что случится, мне перезвонят знакомые народные депутаты и постараются объяснить свою позицию. И именно за это мы сегодня сражаемся с Россией. За то, чтобы у нас была демократия, свобода слова и возможность критиковать зажравшуюся власть. На этом все. Вы смотрели проект «Украина в огне». Помните, что Российскую Федерацию будет уничтожена? Слава Украине!